Оба, это всё время я, опять я. И ролик у меня второй, называется он по статье 16 продуктов, которые помогут при разных видах боли. Тоже я ссылку внизу поставлю. Ну, давайте поехали. Значит, какие вместо лекарств, какие можно продукты применять. Ну, я что знаю, конечно. Вот в чём уверен. Петрушка действует как антоцит, восстанавливает пищеварение. И антоцит против кислоты снижает кислотность, ну да, желудочного сока и избавляет от дути живота. Подтверждаю, петрушечка вообще хорошая вещь. И корень петрушки, и трава петрушки. У нас она круглый год. Я всегда кладу и заметил тоже, что желудок становится спокойнее гораздо вот от этой петрушки. Папайя. Противовоспалительное обезболивающее действие. Восстанавливает пищеварение. Ну, не знаю, я папайю редко вообще кушаю. Мы тут с женой редко покупаем. Ну, какая-то она не наша. В яблоке лучше яблоки, дыни. Вот это, да. Ну, я не знаю, как она действует. Бананы. Значит, для хорошего здоровья кишечника, удобные в качестве закуски, помогут справиться с изжогой. Да, подтверждаю. Бананы с изжогой справляются. И не только это. В бананах очень много калия. Дальше там будет опять про бананы. Бананы – это вообще отличная вещь. Но единственное, что он, в общем-то, вам вес добавит. Потому что он достаточно калорийный. Это самый банан. Здесь банановый хлеб. Здесь жареные бананы. Сушеные бананы, так по-хрустски. Очень вкусные. И бананы у нас на столе не переводятся. Я надеюсь, у вас. Потому что, когда я уезжал из Саратова, у нас всегда полно бананов было. По-моему, дороже картошки. Дешевле картошки даже были бананы. Ну, наверное, из Белоруссии везут бананы. Ананас. Значит, это все я читаю. Боли в животе. Ананас является источником бромелайна, который прекрасно обезболивает. Также помогает избавиться от отеков и воспалений. Предотвращает запор. Способствует здоровому пищеварению. Ананас, да? Не знаю, я к ананасу аккуратно отношусь. Потому что он такой, он какой-то едкий очень, да? Вот. А насчет предотвращает запор. Ну, ребят, тут лучше свекла все равно. Ничего нет. Здесь свекла нет. Но я вам скажу сразу, что свекла прекрасно. Вам и стул, и тишечник заработает прекрасно. И стул будет каждый день регулярно. Если запор сильный, никак. Ну, молоко с огурцом. Это такое дело. Нас когда посылали в деревню собирать помидоры-огурцы в Саратове еще, в мединституте. Вот мы там огурчиков с грядки как наедимся. Парного молочка попьем. Ух! Хорошо. Так, следующее. Главная боль. Ну, у меня есть тут вот ролик точки при головной боли. И, в общем-то, они мне помогают. У меня голова как-то не болит. Как это Мавритевна говорила? Она же кость. Не знаю, не болит голова у меня. Не бывает. Даже когда вот я в свое время употреблял алкоголь, похмелье, сушила сильно, голова никогда не болела. Так, при головной боли жирная форель. Ой, жирная рыба. Форель, сардина, сельдь. Ну, селедку я не знаю. Соленая слишком. Укрепляет сердечный ритм, уменьшает воспаление, отек, эффективно реустранение головной боли и других симптомов мигрени. Ну, ребят, я вам знаете, что скажу? Вот если у вас мигрень, да, ее очень трудно вылечить и хватаешься за соломинку. Попробуйте вот эту форель. Глядишь и поможет. Я не знаю, у меня нет никакой информации, но попробовать можно. Ну, пишут они тут. Так, арбуз. Главная боль может быть вызвана обезвоживанием организма. Восполнить недостающую влагу можно с помощью арбуза. Да можно и воды вообще-то просто попить, если обезвоживание-то, да. Ну, вообще, арбуз, конечно, хорошо площадь формывает. Арбуз мне нравится. Мы в Саратове его с хлебом ели всегда, с белым хлебом. Вот, потому что очень уж много этих арбузов. Хочется чего-то такого. Цукаты делали из корок. Я сам делал лично. Очень вкусно, кстати. Из арбузных корок. Так, это мы что продолжаем? Главная боль, да. Тёмно-зелёные листья. Продукты с высоким содержанием магния уменьшают частоту мигрени. Вот тут опять мигрень. Ну, наверное, они тут имеют в виду мигрень, как просто головная боль. Ну, попробуйте вот тоже, кто мигренями страдает. Я представляю себе, эта боль ужасна. Попробуйте вот эти тёмно-зелёные листья и жирную форель. Прям заверните эту форель в листья. Вот. И посмотрите. Может быть и поможет. Почему бы нет. Так, боль в мышцах. Так, сейчас посмотрим боль в мышцах. Чё тут у нас? Кофе. Исследования покажут, что кофеин может уменьшить боль от мышечной травмы, вызванной физической нагрузкой. Ну, может быть. А кофе много пью. И действительно, вот когда перезанимаешься, как-то всё болит, кофейку попил, как-то легче. От головной боли кофеин, вот, кофе помогает однозначно. Да и крепкий чай тоже. Вот. Он вообще-то, знаете, вот этот вот кофеин, он расширяет сосуды почему-то головного мозга. Обычно это стимуляторы сужают сосуды, а головной мозг расширяет. Парадокс. Вообще кофе такая парадоксальная штука. Вот я уже рассказывал, что кофе, если не как... Вот вы хотите спать, но что-то вот перевозбудились там или что-то не получается. А спать хотите страшно, двое суток не спали. Кофейку попить. И как-то он вот здесь вот атипичный. Человек успокаивается и спит. Так. Красный виноград. Это мы про что говорим-то? Боль в мышцах. Красного винограда у нас здесь полно. Содержит ресвератол. Ресвератрол. Ох, вот так. Химическое соединение, которое обладает противовоспалительными свойствами. Сочетание ресвератрола с куркумой может усилить эффективность борьбы с воспалением. Но если я не представляю блюдо, красный виноград с куркумой, ну не знаю. Ну пишут. Я вам рассказываю. Чё знаю, знаю. Чё не знаю, чё не знаю. Томатный сок. Суд генок. Суд дорогенок. Возникает от недостатка калия. От минерала вымывается напитками с кофеином. И обильным потоотделением. После физических упражнений. Томатный сок богат калиями. Ежедневно его употребление 300 грамм. Ускорит выздоровление. Уменьшит риск судорог в течение 10 дней. Так. Вот калий. Про томатный сок я знаю. Очень хорошо собаку отмывать. Если на него скунс брынзу. Пфу. Брызнул скунс на собаку. И такой запах, что ничем не отмоешь. Хоть в пяти ваннах его отмывай. А томатным соком раз-раз помыл, как мылом. Вот. И всё. Это раз. Второе. Вот те же бананы в самом начале. Они тоже богаты калием. И тоже хорошо. Причём не только от судорог ног. Но ещё от синдрома беспокойных ног. Бананы тоже хорошо. И просто калий можно. У меня даже где-то был калий в таблетке. Большие белые таблетки. Вот. На ночь. И хорошо поможет и от судорог. И от синдрома беспокойных ног. Так. Ну и томатный сок, как тут уже сказали. Боль в суставах. Сейчас посмотрим. Боль в суставах. Апельсин. Апельсин и другие. Оранжевые фрукты и овощи. Сладкий картофель, дыня, куркума. Ну, наверное, ещё оранжевый перец, да. Помогает снизить воспалительное состояние. Облегчает такие заболевания, как ревматоидный артрит. Эх, мне бы раньше знать. У меня мама болела вот этим делом. Вот. Ну, попробуйте. У кого ревматоидный артрит. Вот. Суставы болят, да. Хорошо, кстати, собачьи это вот. Из собачьей шерсти варежки очень хорошо надевать. Они колят. И помогают при артрите. Ну, попробуйте апельсинчики. Вот. У меня сведений нет, к сожалению. Не сладкий картофель, а вообще. Я по разу попробовал, но что-то не понравилось. Батат. Тут его полно. Вот. Ну, попробуйте, да. Потом почитайте это всё. Я статью целиком выложил. Перец чири содержит алкалоид, капса и цин. Вещество, которое применяется в качестве болеутоляющего. Быстро доходит до очага боли. Обезвреживает его. Ну, это да. Вообще, мне перец чири нравится. Во-первых, он сам по себе нравится. Раз. Во-вторых, значит, вот он хорошо, знаете, он как-то аппетит снижает. Вот поел этого перчика и как-то есть не хочется. После него вот сытость хорошая, да, наступает. Это два. Третье. Мужчинам, у которых проблемы с дисфункцией эректильной, да. Вот. Очень хорошо вот такие перцы. Да не только чири, но вообще многие перцы. Я уже рассказывал, да. Любой перец, вот любое что-то такое, острое, горчица, да. Оно проходит, не всасывается в организм и выходит с мочой, да. А пока оно идёт с мочой, она там всё хорошенько прогревает. Вот эти естественные пути выхода мочи, да. Ну, вы меня поняли. Попробуйте. Просто перец. Вот чири перец очень хороший. Вот. Вишня. Это что мы читаем? Боль в суставах вишней. Ну, не знаю, если катать только. А, в лечении подагры. Ну, да. Может быть, вполне. Вот. Значит, в одном из исследований спытуемые, которые пили вишнёвый сок в течение семи дней, отметили снижение мышечной боли после занятий. Ну, по-моему, тебе почему бы нет? Да, у меня был какой-то спортсмен знакомый. Вот он приходил домой и обязательно после тренировки, значит, баночку, ну, этого, вишнёвого сока. У нас вот в Саратове полно было вишни. Ну, её там страшное количество. Мы все на зиму делали вот эту вишню, да. Вот с сахаром, там вот такой компотик. И вот он всё время, ну, вот видите, оказывается, я через 40 лет узнал, для чего он это делал. А он каким-то спортом каким-то таким занимался. Так, следующий пункт боли при ПМС. Предменструальный синдром. Как вы понимаете, у меня этого не было, но пациентки у меня такие были. И очень сложно снимается. Очень сложно, ребята. Я пробовал рефлексотерапию. И, в общем-то, тяжело он идёт. Ну, вот тут опять лосось рекомендует. Омега-3 там жиры. Так, одна порция 3 раза в неделю поможет облегчить болезнь с груди и устранить спазмы. Имбирь. Этот чудо-корень известен противовоспалительными свойствами. Ну, попробуйте, да. Вот тут его даже сравнивают с ибупрофеном. Ибупрофен здесь очень популярен, без рецепта продаётся, обезболивающее хорошее. И вот этот имбирь может, значит, помогать, может быть эффективно в облегчении менструальной боли. Имбирь можно принимать различными способами, которые вам больше нравятся. Ну, с чаем можно, можно таз порезать. Я не знаю, покушать он ветки такой, довольники. Вот. Я имбирь на чай пью, мне нравится. Ну, просто нравится, я не знаю. Он ещё и стимулирует немножко. Йогурт. Йогурт бакат кальцием, который успокаивает нервную систему и предотвращает болезненные симптомы при употреблении двух чашек йогурта в день. Ну, йогурт, кефир, творог, кальцинированный особенно. Попробуйте, может быть, действительно вам поможет. Я представляю, как у женщин это бывает и много раз видел. Ну и всё, статья закончилась. Ну, как смог, прокомментировал. Вот. Что знал, как говорится. И вам тоже доложил. Всего хорошего. До свидания. С вами был доктор Влад. С вами был Игорь Негода.